Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас следующее занятие по азбуке здоровья. Тема занятия «Грязные руки. Причина болезни». Болезни всегда застегают нас врасплох, нарушая планы и выбивая жизнь из привычного ритма. Бывает особенно обидно, когда мы понимаем, что неприятностей можно было избежать, будь мы немного осторожнее и предусмотрительнее. В первую очередь это относится к так называемым болезням грязных рук или недугам, которые появляются при недостаточно тщательном соблюдении правил личной гигиены. Руки способны выполнять сотни тысяч движений, помогают нам выживать. Они на спорме, прямом и переносном смысле, одевают, ухаживают за нами. С помощью рук мы проявляем себя, свои чувства, например, обнимаемся, поглаживаем, творим и вытворяем. Руки являются основным органом осязания, а слепым ослабоведящим заменяют глаза. Что говорит? Руки есть руки. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежедневно в мире как минимум миллионы людей заражаются и около ста тысяч умирают от болезней грязных рук. Бактерии, возбудители опасных инфекционных болезней, размножаются на коже рук стремительно. Микроб ужасно вредное животное, коварное и, главное, щекотное. Такое вот животное попадет в живот и спокойно там живет, залезет и где ему захочется, гуляет по больному и щекочется. Кто же такие бактерии? Бактерии бывают полезные и вредные. Вредные бактерии, попадая внутрь организма вместе с пищей, начинают очень быстро размножаться и вредить ему. В результате у человека начинает болеть живот, начинается тошнота и рвота, может подняться температура и человек попадает в больницу. Вредные бактерии вызывают и порчу продукта, они портят книги, деревянные изделия, сено, а бывают бактерии полезные. Они помогают при создании разных лекарств, при выработке молочных продуктов, привычным нам кефира, йогурта, сметаны, а в сельском хозяйстве для создания удобрений для растений. Полезные бактерии используются для получения антибиотиков, лекарств на таком. Они образуют спирт, уксус, образуют перегной почвы, минеральные соли. Где же живут микробы? Там, где грязь, живут микробы мелкие, не увидать. Их микробов очень много, невозможно сосчитать. Не только на улице, в пыли, в воздухе и грязи, но и в любой воде, в доме, на всех предметах и даже на самом человеке. Вот где живут микробы. Возбудители недуга, как правило, находятся на тех местах и предметах, которым прикасается большое количество людей. Это дверные ручки, поручни и сиденья в общественном транспорте, прилавки магазинов, телефонные трубки, денежные купюры и монеты, клавиатуры компьютеров, банкоматов и платежных терминалов, скамейках и стульях, находящихся в многолюдных местах. Как распространяются микробы и каким способом они могут попасть внутрь организма. А попадают они через руки, еду, воду, при чихании и кашле, через животных или при общении с больным человеком. Из-за попадания вредных бактерий в организм, человек рискует заболеть различными инфекциями. А это такие инфекции ротовирусная, ОРВИ, грипп, ангина, расстройство кишечника. Все это работа вредных бактерий и микробов. Но можно оградить себя от болезни. Не иметь привычки грызть ногти, сосать пальцы, брать в рот ручку, карандаш и другие предметы. Не приносить домой с улицы такие предметы, как камни, стеклышки, которые вам понравились. Не поднимать с земли или с пола упавшую еду, а затем класть ее в рот. Мыть руки с мыла необходимо после посещения туалета, по возвращении с улицы, перед едой, после уборки комнаты, когда поиграл с животными, после выноса мусорного ведра. Следует воздерживаться от приема пищи на улице. В крайнем случае есть не прикасаясь к продуктам руками. Например, держать мороженое за обертку или за палочку. И ни в коем случае нельзя употреблять в пищу грязные овощи и круг. Как же сделать так, чтобы опасность инфицирования была минимальной? Ответ, конечно, один. Надо вовремя и правильно мыть руки. Мыть ее рук очень важно для здоровья. Не просто мытья под водой сполоснул и пошел, а именно с мылом. Кроме того, следует знать, что нет никакой разницы, каким мылом моются руки. Жидким мылом или кусковым. Мыть руки надо несколько раз, уделяя особое внимание межпальцевым зонам. Следите за чистотой ногтей. Почищайте грязь из-под ногтей с помощью щеточки. Итак, правильный порядок мытья рук. Нанесите на руки одну-две капли жидкого мыла. Разотрите по внутренней стороне ладони и меж скрещенными пальцами. Затем по тыльной стороне кистей, рук и между пальцами. Сцепите пальцы рук и совершите несколько втирающих движений. Обхватив большой палец, сделайте несколько вращательных движений кистью. Потрите кончиками пальцев, а противоположную – ладонь. И еще одна очень важная рекомендация. Мыть руки нужно не меньше, чем полминуты, а то и дольше. И не обязательно ходить всякий раз в ванную с часами. Можно просто спеть знакомую вам песенку или отрывок из нее, которая по времени длится не меньше 20-30 секунд. Например, два куплета и семь известные песенки в лесу родилась елочка. Если нет возможности помыть руки с мылом, и такое тоже бывает, то нужно использовать специальный гель-антисепти. Если руки очень грязные, то перед использованием геля протрите их влажными салфетками. Вытирайте руки чистым и сухим полотенцем. Меняйте его почаще или используйте одноразовые полотенца. Оказывается, одноразовые бумажные полотенца, по мнению Всемирной организации здравоохранения, являются самыми лучшими и безопасными средствами для вытирания рук. Правильно сушить руки так же важно, как и правильно их мыть, потому как при сушке окончательно удаляются оставшиеся еще бактерии. При правильном соблюдении элементарных правил гигиены можно избежать заражения инфекцией. А это не так трудно соблюдать правила личной гигиены. Известный польский поэт Юлиан Товим написал такое письмо ко всем детям по одному очень важному делу. В этом письме есть такие строчки. Нужно мыться непременно утром, вечером и днем, перед каждой едой, после сна и перед сном. Мойте руки чаще и будьте здоровы!